Здравствуйте друзья! В этом обзоре мы с вами рассмотрим еще одно ZigBee реле от Lansongha, предназначенное для экосистемы Tuya Smart. Некоторое время назад я делал обзор на версию, которая работает без нулевой линии и за счет применения полупроводниковой схемы размыкания совершенно бесшумно. Сегодня же мы рассмотрим версию с нулевой линией и применением электромагнитного реле. Тип реле одноканальная с нулевой линии, интерфейс ZigBee 3.0, рабочее напряжение 220-240 вольт. Максимальная мощность 2300 ватт, либо 250 при использовании с LED светильниками. Напомню, что версия без нуля рассчитана только на 100 ватт и с LED светильниками ее использовать не стоит. Внешне версии с нулевой и без нулевой линии практически идентичны. Размер, форма, крепление на динрейку и даже количество разъемов на контактной площадке. Их тоже 6. Отличие в том, что на версии без нейтрали есть разъем COM, к которому подключается один из контактов внешнего выключателя, а здесь вместо него N, предназначенный для нулевой линии. Размер устройства 46х46х18.5 мм. Компактность это его сильная сторона. Его легко разместить даже в небольшом пространстве, например в стандартном круглом подрозетнике. Толщина менее двух сантиметров позволяет разместить поверх него в том же подрозетнике физический выключатель для дублирования управления либо обычную розетку. Разборка такая же простая, нужно снять заднюю крышку, которая крепится на защелках. Внутри отличий видно больше. Главным образом это наличие электромагнитного реле, которое на порядок увеличивает мощность подключаемых нагрузок. Управляющий модуль TU-ZS3 базовый для реле выключателей и подобных устройств, которые предназначаются для TUYA Smart. В версии без нуля, модуль управления выполнен на отдельной плате и имеет кнопку ручного переключения. Здесь же кнопки нет, вручную реле можно управлять только при помощи внешнего выключателя. Обратная сторона устройства. Напоминаю, что существуют и двухканальные модели и этой и версии без нулевой линии. Схемы подключения предусматривают использование только реле, реле с внешним механическим выключателем и реле с парой проходных выключателей. В отличие от без нулевой линии, где замыкаются два контакта реле COM и S1, тут на S1 нужно подавать фазу. Базовый вариант подключения. На реле подается 0 и фаза, выход L1 подается на устройство 0 общий. Я настоятельно рекомендую строго придерживаться указанной в комплектной инструкции разъемов, это не лишнее, так как подписи дублируются. Это же касается фазы и нулевой линии. Разрываться должна именно фаза, общий 0. Как я уже сказал, кнопки в этой версии нет, хотя отверстие на корпусе под скрепку есть, но нажимать там просто нечего. При первом подключении устройство переходит в режим сопряжения. Для сброса в заводские, нужно или пять раз быстро включить и выключить питание, или пять раз переключить внешний выключатель. Кстати последнее может стать проблемой, если дома есть маленькие дети. Для работы в родной среде управления Tuya Smart, нужен ZigBee шлюз, не важно какого производителя, главное что под эту экосистему. У меня например от Alphavise. Нажимаем добавить дочернее устройство, реле при этом должно находиться в режиме сопряжения. И оно появляется в окне поиска, правда отображается как тройной выключатель, нажимаем на него. После этого реле отображается в списке устройств, причем все также как тройной выключатель. Но если зайти в его плагин, тут все корректно, выключатель 1. По нажатию на его изображение реле включается и выключается. Кроме этого, доступна опция таймера, которая настраивается на конкретное время и день недели, причем как однократно, так и можно задать алгоритм работы по дням недели. В результате отработки таймера, можно и включать и выключать устройство. Также можно задать несколько таймеров и на включение, и на выключение. Кроме этого, есть опция обратного отсчета, которая выключит реле через заданный интервал времени от 1 минуты до 12 часов. Кроме плагина шлюза, реле будет отображаться и в общем списке устройств. Отсюда им тоже можно управлять и видеть его статус, включая обратный отсчет. Совместно с другими гаджетами экосистемы, реле может участвовать в автоматизациях. Причем, в отличие от большинства подобных устройств Mi Home, не только как действие, но и как условие. Соответственно, доступно два условия, статусы включилась и выключилась, и три действия включить, выключить и переключить состояние. Управление может дублироваться ручным выключателем, в том числе возвратным. Каждое нажатие или переключение выключателя, переключает статус реле, которое транслируется в приложение. В случае пропадания внешнего питания при его восстановлении, вне зависимости от своего состояния перед отключением, реле будет всегда выключено. Реле поддерживается интеграцией ZigBee to MQTT, начиная с версии 1.14.4.1. Добавление стандартное, включаем режим подключения новых устройств. Включаем реле в режиме сопряжения, он активируется или при первом включении, либо после сброса в заводские, или после удаления из другой ZigBee сети. И через некоторое время, это будет заметно потому что светодиодный реле перестанет мигать, новое устройство залетит в систему. Здесь реле тоже определяется как тройной выключатель, но в отличие от приложения, где только один свитч, тут пробрасывается сразу три. Кроме них, еще есть сенсор качества связи. Реле выполняет роль роутера в ZigBee сети. Появившиеся свитчи называются как центральный, левый и правый. Рабочий только один, левый. Именно он реагирует на нажатие механического выключателя реле и может им управлять. Для удобства, я переименовываю эту сущность просто в свитч, так как это одноканальное реле. Две других сущности, никак не влияют на его работу. Если их попробовать включить, они почти сразу возвращаются в исходное состояние. Лучше всего будет просто скрыть эти объекты, тогда их не будет видно в системе. Проверяем панели состояний. Теперь для этого устройства доступно всего лишь два объекта. Сенсор связи и свитч управления реле. В моей системе умного дома это реле заменило последний из остававшихся у меня Wi-Fi реле Sonoff Mini, выполняя функцию подсветки зеркала. Причем управляется как программно автоматизациями, так привычным, сохранившимся еще с времен до умного дома механическим выключателем. Кроме этого реле перетянуло на себя несколько датчиков, стоявших поблизости, выполняя роль роутера ZigBee сети. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Напоминаю, что все интересные новости, обновления, а также купоны, акции и скидки на товары умного дома вы можете увидеть в моем телеграм-канале, ссылку ищите в описании. До свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok